И всем привет, меня зовут Ритц, и мы с вами продолжаем смотреть Синюю Тюрьму, Блюлок, эпизод номер 22 у нас на сегодняшний день. Немного задержался с этим, но всё под контролем. Всё под контролем, продолжаем мы наблюдать за ожесточённым матчем команды Рина и команды Исаги. Продолжаем мы колотить туда мячи, обратно мячи, и всё никак не можем решить. Тот же победитель, тот же сильнейший в этом состязании. Пока что, можно сказать, силы равны. Потихоньку начинают, правда, команды выматываться, как мы могли заметить в прошлый раз. Но, но-но-но, всё же они не перестают быть опасными оппонентами друг для друга. Поэтому будет решаться всё в последних сериях буквально сегодня, через неделю или там уже когда следующая серия. А там уже, там уже будет конец. Я думаю, что в следующей серии в эдак вряд ли закончим мы, так что в следующей. Наверное, в следующей серии мы покончим с этим матчем уже наверняка. Ну да ладно. Посмотрим, что нам покажут в этот раз в этой серии. Да, больше сказать нечего. Больше сказать нечего. Матч идёт, все играют, все молодцы, команды супер, игроки крутые и так далее. Напоминаю, что полную версию этой реакции вы сможете найти на Бусти. Ссылка будет в описании. Как всегда. И давайте перейдём к самой серии. Так, вратарь, к сожалению, не отбил мяч, поэтому счёт 4-3. Кошмар, кошмар. Осталось один гол. Я уже забыл про это. Да, был прикольный момент, когда он со штрафного удара забил буквально. Окей, я думал, что вот эти двое ещё у них остались силы, но возможно они тоже уже потом все истекают. Если бы до кабы, если бы до кабы. Уже это всё прошло, надо играть дальше. Не цикливаться на том, что уже случилось. А, да точно, Батчер начал разгоняться, что-то он начал думать, что возможно ему нёс на этом поле, поэтому в этой серии он, наверное, заиграет. Эпизод номер 22 «Голос» называет. Чей голос? Голос чудовища? Надеюсь. Что это, перебирать всякие старые моменты? Что ты с этого можешь себе вывести? Что ты можешь понять? Очень начнётся перетягивание на себя одеяло. Это я забью, нет, я забью и так далее. Так, поехали. Разыгрывай мяч. Куда же он даст паз? Куда же он даст паз? Полетел, полетел, Бара. Оп! Ну, просто я, чувак, игрока, конечно, было, наверное, просто обойти или не в этом случае. Там уже мяч улетел вперёд, когда вы там, пока вот там что-то обнимаетесь, уже мяч к воротам бежит. Блин, мне кажется, Батчер очень не включился, он немного что-то паникует. Он до сих пор паникует, я думаю, что он пробуждается и начинает. Кого? Чигири даст? Ну, где-то там есть. Ты там стоишь? Давай, один на один, 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 вырви этот мяч, вырви победу. Хотя бы этот гол. Почему ты думаешь, что он этого не прочитает? Если ты говоришь, что он все, все ваши тактики может прочитать. Блин, он прям в ворота забежал. Там никого нет, как ты его можешь обойти? Страшилка какая-то вылезла. Не смотри на него, ты прям перед мечом стоишь. Куда? Нет, не давай ему обойти тебя. Ну, 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 ну. И что он сделал? Что он сделал? А, обалдеть. Вот. Блин, ворота еще может что-нибудь отбить? Я не знаю, почему он не стоит прямо по траектории мяча, прямо перед ним. Мне кажется, ворота просто стоит для красоты там, я не знаю, для украшения. Иначе я не понимаю этих нелогичных движений от него. Или этот ворота просто не смог понять, что собираются делать у Саги. Это в его программе не прописано. Да, ты хорош, я понял, ты хорош. Но как на это ответит сам Рин? Я думаю, что он очень недоволен, что его так обыграли. Такие же глаза, да? Интересное сравнение. Этих двух пар глаз. Вот тебе реально остался последний мяч. Последний шанс на победу одной или другой команды. Блин, мне не нравится. Бачер не за нас играет, поэтому... Он сейчас, по идее, должен просыпаться. Будет свое чудище. Мне не нравится, что на нем слишком много внимания фокусирует. Прямо сейчас. Как будто он здесь, не знаю, главный герой. Мне кажется, если ты сейчас не заиграешь, то Саги тебя просто не возьмет свою команду, потому что ты буквально ничего не сделал за игру. Да, рисуй. Еще и аниматором заделался. Рисовать будут другие люди, ты как бы просто в футбол играй. Там уже тебя подумают, что делать. Не надо его пугать. Он только от этого становится еще сильнее. Не надо его пугать. Прием мяча у тебя сам профессиональный здесь в команде. Но... Опа, хорош. Блин, куда? Как бы так прыгать? Еще раз перехватывай. Еще раз прыгай. Или нет? Тут вообще там перенародный, вообще никого. Куда? Ладно, отдаешь. О-о-о. Бачера. Что будешь делать? Мне кажется, чудовище как-то против тебя играет. Вот что-то... Ничего тебе не говорит, что делать. Если ты сейчас не заиграешь, то у тебя просто вообще потом времени не будет что-то играть. И тебя не возьмут, я не знаю, что чтобы дальше будет. Потеряет просто волю к победе. Вот именно. Вот. Уже под вопросом твое забрание в команду. Да, Исаги сейчас вообще, протя, забыл. Кто-то такой есть, а что он даже тебя не знает. Блин, я очень люблю, если они реально победят сейчас. Вот это будет поворот, представляете? Реально, Бачер вообще возьмет и соберется, и они победят. Мне, считай, это тоже вообще не нравится. Я не знаю, что же произойдет, в принципе. Бачера прям как сейчас, я не знаю. Он, говорит, он просто бежит, он пытается догнать кого-то, но он буквально не может. Он вообще потерянный максимально. А где флэшбеки? Ну, вообще тоже нужно заиграть, я не знаю. И такое ощущение, как будто он неравен победять сейчас. Внезапная история Бачера стала какой-то сопливой, я не знаю. Я такого точно не ожидал. Вот это я понимаю, Сёнэн. Когда у персонажа начинаются какие-то флэшбеки, постоянно всплывать, еще что-то там. Вот что все в этот жанр объединяет себя. Все аниме такие. Или, может, ему и вообще не понадобится это чудище. Что он собирается сделать? Оп-оп-оп. Пошло напряжение. Пошло напряжение. Нет, ты вставай, а что ты? О, как-то все очень печально выглядели командой красной. Красной одежде. Выцеливаю нашу траекторию. И, и, и... Кого ждать? Никто не будет тебя ждать. Какая-то там голубое свечение было. А, мяч, мяч. Куда он залетит? Откуда ты вылез? Откуда ты вылез? А там у нас, у нас в защите никого нет. У нас буквально никого нет сейчас там, правильно? А он не хочет, чтобы чудовище вылезал. Вот это да. Он не хочет его. Блин, теперь ему чуть-чуть не нужно, ему нужны друзья. Блин, он сейчас сам чуть-чуть встанет с такими глазами. Откуда ты взялся перед ним? Ты буквально у ворот был, ты пинал мяч, как ты мог его обойти? Он просто бежал с этим мячом. Вперед по ротам вашим. Гонять с ним мяч стало его целью. Ну, погоняешь, может быть, что когда-нибудь. Только дай победить ему. Это перерожденный бачера теперь. Да, что ты сменилась? Начал играть по-настоящему. Опа! Не, ну, красивый, конечно. Тормозите его все, я не знаю, что вы... Как он всех вас обходит? Трижный между ног всех мячко пропустил. Ё-моё. Да, вот я пытался найти... Пытался найти вот слово Джокер. Вот это прям подходящее слово. Да, вот это я хотел сказать слово тогда. Блин, вы втроем на него напали. Вы что, не можете отобрать ее мяч у одного? Мега шанс. Давай, давай, забирайте пять, прошу вас. Нельзя, нельзя, нельзя. Нельзя. Какая-то музыка заиграла. Оу, золотой огонь. А-а-а, как уже, как уже он крутит мяч. Вот эта грация, вот эта техника просто... А-а-а, окей, на шее он принял себе. Он тебе туда-сюда, туда-сюда передает мячи. Это что он, что твои... Что он уже ударит просто его? А-а-а, чего ты делаешь, куда ты крутишься? Ты же дряните, забьешься, я... Да не может такого быть. Вы не победите. Я не верю. Да блин, я не верю, что он реально забьет сейчас. Это похоже на то, что он забьет, но я не верю, что он забьет. Он отбил? Он отбил этот мяч. Да вы что, шутите? Вы что, шутите? Да блин, ой, боже. Это ужас, ребят, это ужас. Это настолько шикарно, что просто ужасно на самом деле. Вау. Вау, 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 вау. Ну, короче, Саги всех опять переиграл и уничтожил. Он видит все на 20 шагов вперед, как обычно. Он просчитал. Просчитал, что случится именно такой исход, что все так и выйдет. И в итоге получилось так, чуть-чуть Батчера просто не победил буквально своим пробуждением. Но, блин, смотрите, Исаги уже на следующем уровне. Он перешел на уровень выше. Перешел на уровень выше, поверил буквально в своего бывшего союзника. И прочитал его стратегию. Прочитал его стратегию. Но, к сожалению, для Батчера да. Видимо, все-таки этот матч закончится именно тем, что Исаги победит. Обыграет всех, как он уже, в принципе, сделал. На этом будет конец. Хотя, в принципе, так ожидаемо, правильно? Мы все этого так ждали. Мы все этого ждем. Финального завершения этого матча. Прекрасного, шикарного. Как там сказал только что. Арию. Арию, 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 арию. Но было, конечно, неожиданно. Неожиданно. Он прям пробудился, как будто он настоящий главный герой. Точнее, в команде главного героя. И мы должны были победить. Этот момент был бы хорош, если бы он был в нашей команде, действительно. И в самом конце он пробудился. Но не в синей тюрьме. В синей тюрьме постоянно кто-то пробуждается. Но их в конце всегда ждет поражение и разочарование. Если это, конечно, не главные герои. Но всем надо когда-то проигрывать. Всем надо когда-то проигрывать. И Батчера, по сути, проиграл два раза подряд. Два раза подряд. Он разочаровался в себе и прогнал буквально чудовищ. Что, блин, я даже не знаю даже как-то, что по этому поводу сказать. Он буквально взял и реально чудище просто его прогнал. Я думал, это его фишка была. А что дальше будет? Что вообще изменится от этого, я на самом деле не очень понял. Но то, что он, типа, не будет играть как раз-таки на команду. Он будет больше играть на себя. И вскормит, так скажем, свое эго. И будет просто буквально, опять же, на себя играть. И этот он станет лучшим. Ну, как бы в этом суть, наверное. Это вот, можно сказать, как он говорил. Сбросил оковы и начал играть так, как он хочет. А не как хочет его чудовище. Видимо, так и есть. Видимо, так и есть. Ну, что ж, интересное развитие, на самом деле. Не ожидал я прям, что вот так вот будет оно. Я думал, что он просто заиграет еще сильнее своим чудовищем. Но он просто от него отказался, по сути. Отказался, нашел себе новых друзей, с которыми он хочет играть. Но не тут-то было. Не тут-то было. Эти самые друзья знают, как он будет играть. Как конкретно Исагина показал. И что будет дальше, будет уже в следующей серии. Опять же, я думаю, что там уже все закончится. Через неделю. И мы посмотрим. Мы с вами посмотрим, как это все обернется. Кто именно заколочит последний мяч? Это очень хороший вопрос. На который узнаем мы ответ уже в следующей серии, в следующем видео. А пока что я с вами прощаюсь. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте ваши комментарии. Ставьте лайк, всем понравилось это видео. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, в нашу серию в Дискорде. И до скорой встречи. Пока.